Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Офинарс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. Давно у нас не было видео по Лиге Легенд, и сегодня пришло время это дело исправить. Поэтому мы поговорим сегодня о том, какую линию стоит выбрать новичку, на каких персонажах стоит поиграть, на что стоит обратить внимание. Ну и, конечно же, сделаем терлист позиций, которые, на мой взгляд, считаются самыми сложными в игре и самыми простыми. Ну и, естественно, исходя из этого, да, уже вы для себя решите, что вам лучше подходит, а на что обращать особо внимания не стоит. Для тех, кто на канале впервые, меня зовут Офинарс, я играю в Лигу Легенд уже давным-давно. В свое время брал Челленджер на топ-лейне и на мид-лейне, на руссервере. Ну и вообще, в целом, по всем ролям брал Алмаз-4, минимальное моё эло, на каждой из позиций. Также играл практически на всех персонажах, и есть, так сказать, информация, которой стоит с вами поделиться. Поэтому приятного вам просмотра. А мы, собственно, это дело все будем проводить как? Правильно, с таблицей, которую я уже заранее подготовил. Итак, собственно, здесь у нас идут позиции топ-лес, мид, адекери и саппорт. А сверху у нас идет макро-микро-игра, вернее, микро-макро-игра и итог. Итак, что такое микро-макро-игра, ребята? Это составляющая вашего скилла в Лиге Легенд. То есть, если, грубо говоря, распилить все ваши навыки на две части, они поделятся на микро и на макро. Что такое микро? Микро-это ваши навыки управления персонажем. Это то, как вы им перемещаетесь, то, как вы им уворачиваетесь, то, как вы попадаете скиллшотами, то, как вы грамотно, скажем там, умеете снимать автоатаку, да, то, как вы можете кайтить своего оппонента и так далее. То есть, это все то, что связано с нажиманием кнопок на клавиатуре и перемещением персонажа мышкой. Вот это все микро. Ваш скилл управления перцем. Макро-это более глобальная вещь. Это стратегические, тактические навыки, которые вы используете по ходу игры. Даже еще до начала игры, да, какого персонажа взять в конкретной ситуации? Что мне делать? Куда идти? Нужно ли мне помочь, например, своему мидеру или мне остаться дальше фармить, да? Как мне сейчас перемещаться? Надо подойти на объект, заранее его провардить, сделать то, сделать все. А как контролировать лейн? То есть, вот это все моменты, это макро-моменты. Это, так сказать, тактические знания, которые помогают вам побеждать. И итог, это у нас общая сумма микро- и макро-моментов, которые требуют та или иная роль, определяющая в целом сложность линий и возможности керинга на ней, да? То есть, ваш потенциал. Вот такие вот дела. Итак, начнем мы, пожалуй, наш терлист с двух самых, наверное, как бы это сказать, ну не угловых, да, фланговых позиций, если так важно выразиться, которые будут у нас противодействовать друг другу. Это Лес и это Адекери. Почему? Потому что Лес у нас имеет в позиции микро-единицу, Адекери у нас имеет в позиции микро-пятерку, Лес имеет в позиции макро-пятерку, а в позиции Адекери-единицу. Теперь давайте более подробно разбираться. Лес — это такая линия, которая довольно своего рода уникальна. Она, в принципе-то, и не линия, да? Мы не стоим на, как таковой, линии против оппонента, мы бегаем у себя в лесу и изредка пересекаемся с вражеским лесником и выходим на ганги. Поэтому, как такового микро-скилла, требования к нему, да, к управлению персонажем, его особо-то и нет. Безусловно, есть своего рода фишечки, моменты особенностей зачистки леса, кайтинга крипов, к которым вы придете в будущем. Но все равно это не уровень, скажем, того взаимодействия, которое происходит на линии. Когда вас противник будет бить, вам нужно уворачиваться, вам нужно фармить, находиться под давлением, под агрессией и тому подобное. Размениваться уроном и так далее. Так что микро-игра в лесу, она очень слабая. Она одна из самых низких требований к микро-игре, потому что мы не взаимодействуем практически с вражескими чемпионами напрямую либо взаимодействуем в тех условиях, когда нам это выгодно. Также это еще усугубляется тем, что в лесу очень много легких персонажей, простых в освоении, много танков, много брузеров, например, таких как Гикарим, да, который не страдает особо. Там от каких-то скиллшотов у него нет. Есть всякие удиры, да, там ордыказеры лесные бегают. Это не сложные персонажи. Не то же самое, что, скажем, там играть надо керри за дрейвена, к примеру. Но сразу прошу заметить, чтобы вы понимали, единица — это лишь средняя оценка линии. Понятное дело, в лесу есть сложные персонажи. Киндрот, Лесин, Нидали и так далее. И они будут посложнее в управлении, в микромеханике. Но мы оцениваем лейн в целом, и на каждой позиции есть свои индивидуумы. И то, что если вы видите единицу или пятерку в одной из позиций, это не значит, что эта позиция прям, не знаю, супер ужасная, а это супер прекрасная. Нет. Просто эта линия менее предрасположена к микро, а это более. В связи с этим, то, что у Леса у нас минимальные микротребования, в Лесу можно играть с высоким пингом. То есть, если у вас проблема с пингом, вы живете где-то далеко от сервера, это хороший выбор. Но при этом Лес требует очень высокой макроигры, понимания того, как действовать по карте. Почему? Потому что Лес может влиять на игру, особенно до 20-й, максимально эффективно, так как он может быть везде. Зафармил кемп, вышел на ганг, внес импакт. Контроль объектов, забирание этих объектов, помощь линиям, все это задачи Лесника. Контр-джангл, контр-ганги, игра против своего оппонента в Лесу, тоже задача Лесника. Поэтому тактически Лес — это самая сложная роль, потому что, в отличие от других ролей, она в большей степени требует этих навыков. То есть, если на том же топ-лейне вы стоите один на один против своего оппонента, и вам, в принципе, в основном нужно, самое главное, знать, что он может, и как вам эту линию стоять, то в Лесу вам надо в идеале знать все. Как стоит ваш топ-лейн, чтобы знать, когда он запушит, а когда ему надо будет зафризить, чтобы вы помогли ему, пришли за гангали, либо помогли разбить распуш, знать, кто будет доминировать, кого гангать, кому давать преимущества, на кого не стоит обращать внимание, как будет перемещаться, чистить ваш оппонент. В общем, требования к знаниям тактики огромные, поэтому Лес однозначно это самая сложная и высокая к требованию по макро-линии, но по микро самая низкая. Поэтому итоговая оценка у Леса 6. И если вы в душе тактик, вы любите такую вот именно, знаете, не кнопочки понажимать, а подумать, то Лес это точно для вас. Я бы сравнил Лес, это игра своего рода, ну, ближе, наверное, даже к каким-то шахматам, или, знаете, игры разума, где вы пытаетесь заранее предугадать, что будет делать ваш оппонент, и он сделал свой ход, вы сделали свой ход, и в итоге, собственно, попытались его как-то переиграть. Что касается АДК, это полная противоположность Леса. Это линия, которая минимально зависит по макро, потому что она стоит на боте, и задачи макро игры берет на себя зачастую саппорт. Это он отвечает за вардинг, за роуминг, за какие-то перемещения, за основное, так сказать, ведение лейн-фазы, да, боя на ней. АДК лишь выполняет свою механическую задачу, потому что основная задача АДК очень простая. Это фарм, фарм, фарм и фарм. То есть набор максимального преимущества, скейлинг, выход в позднюю игру, и уже с наличием преимущества, с наличием большого количества золота, предметов, закеривание за счет своей механики, за счет того, что вас не могут убить, вы грамотно позиционируетесь, вы ворачиваете от инициации противника, и, естественно, наносите максимальный ДПС, максимальный урон, и побеждаете игру. В этом задача АДК. Именно поэтому эта роль не прощает ошибки, она очень уязвима. АДшники собираются в атакующие предметы, тем самым, грубо говоря, ставят все на зеро, да. То есть если у вас нет защитных предметов, любая ваша ошибка, это сразу смерть, а смерть АДК это потеря огромного количества урона, а потеря огромного количества урона, скорее всего, поражение, особенно в поздней стадии игры. Так что АДшник очень-очень-очень требовательный к безупречной реализации. Любая ошибка, чаще всего это луз. Поэтому микро требуется максимальное, плюс персонажи чаще всего сложные, персонажи рейнджовые, на которых нужно уметь кайтить, на которых нужно уметь доджить. Но, в свою очередь, как я сказал, макро очень ограниченное, потому что АДК не может сплит пушить, АДК не может перемещаться по линиям, зачастую не может роумить, потому что ему нужно находиться на основной линии и фармить. И даже если вы можете зароумить, или засплетить вам необходимо, чаще всего АДшник сам по себе бесполезен и неэффективен. Ему нужно действовать в синергии со своим саппортом. А саппорт в Сулаку, он не зависит от вас. Он играет в свою игру, у него свои мысли и так далее. То есть, если у вас саппорт, как бы, понимает, что нужно делать и слушает вас, вам повезло. Но чаще всего будете встречаться с саппортом, который будет играть в свою игру. Поэтому, даже зная, что нужно сейчас сделать, вы этого не будете делать по макро, по той причине, что вы просто будете ограничены в своих возможностях из-за отсутствия полноценной коммуникации. Именно поэтому в Адакере все-таки стоит играть в дуо. На выходе мы имеем очень механическую роль, очень крутой, динамичный геймплей, очень скеллкатный, красивый. Приятно играть на АДшнике, но, к сожалению, в макро реализоваться вам будет здесь довольно-таки сложно. Будет очень сильно зависеть от команды. Поэтому тоже шестерка. И, кстати, эти две роли, что лезут Адакере, я не советую новичкам. Они не очень хорошо подходят по той причине, что они упираются в две грани. Одна в макро, вторая в микро. И при этом обе грани требуют очень высокого потолка скилла в этих направлениях. А где его взять новичку? Непонятно, да? То есть, если мы возьмем, например, новичка, который пришел и решил поиграть в лес, казалось бы, механически играть он может легко, но чтобы реализоваться тактически, нужно огромное количество знаний, навыков. Это наигровка, большое количество игр. Это изучение гайдов. Это практический опыт, который взять просто неоткуда новичку. И нужно время, чтобы он это получил. Поэтому на начальных порах, плюс еще в лесу, да, вам желательно знание других линий, чтобы еще и поиграть везде. Поэтому новичку, конечно, будет сложно показывать хороший уровень игры в лесу, пока он не наберет вот эти вот знания. А это время. Что касается Ада Керри, похожая ситуация, только в другом направлении. Вам нужен скилл, управление, механика, да, реакция, доджинг, рефлексы. Все это тренируется, но это большое количество наигровки, практики, тренировок, да, то, как вы будете наводиться и тому подобное. То есть, просто нужно много играть. Вот и все. И со временем ваши рефлексы натренируются. Но это время. И новичку сходу вряд ли получится, особенно если он не играл никогда в моба, эффективно там показывать красивую, хорошую механику на адешнике. Поэтому тоже роль не особо подходит под эти задачи. И давайте сразу рассмотрим среднюю линию, мидлейн. У мидлейна будет у нас оценка 4-4. Она чем-то похожая на леса Ада Керри. Исходная оценка сразу будет 8. Спойлер, это самая сложная линия в игре. Давайте разбираться, почему. Все просто. Как я сказал, это нечто среднее между лесом Ада Керри. Почему по микро четверка понятно, да, что мид это то же самое лейн Керри. Та же самая зависимость от ошибки. Та же самая опасность в тимфайте, да, выкинуть игру просто там, поймав какой-то хук. Единственная разница в том, что на мидлейне все-таки есть персонажи попроще. Есть такие, как там Мальзахар, Люкса, да, на которых все-таки, ну, полегче играть. В целом средний скилл там чуть ниже в плане механики. Но есть, конечно же, и сложные персы, как Ясо, как Азир, безусловно, да. Самое главное то, что мидлейн имеет чаще всего какие-то дополнительные защитные обилки. То есть взять тех же самых магов. У них есть чаще всего Жонни, какие-то контроли, да. Если мы играем за всяких там Йона, например, на мидлейне, у них есть щиты, исцеление. Ну, то есть есть какие-то ресурсы, которые не помогают немного нивелировать проблему с ошибкой в микро. То есть у Адакерри чаще всего таких возможностей нет, либо их просто тупо меньше. Поэтому у мидлейн это очень сложная роль в плане микро, требовательная, хорошие механики. Но чуть-чуть уступает Адакерри в этом. Что касается макро, тут уже мы смотрим похожую ситуацию с Лесом. Дело в том, что мидлейн это все же линия, которая не имеет такого большого влияния на игру, как Лес. Она привязана все-таки к тому, чтобы стоять, забирать крипов, там, ломать вышку и трейдиться, да. И мы не можем такое количество времени выделять на перемещение по карте, как Лес. Но из-за того, что мы находимся на центральной линии, мы очень эффективно можем помогать команде. Мы можем гангать топлейн, можем гангать батлейн. Мы обязаны подходить на Объекты, на Барона, на Нашора. Мы должны контролировать фарм Леса. Мы должны играть от своего лесника, ассистить ему, помогать, когда он контр-джанглит, контр-гангает и тому-тому подобное. То есть мид это, по факту, чаще всего, особенно левел с шестого, это, можно сказать, второй Лесник. Его, так сказать, подручный, да, его разуносец. Хороший мидер обязан играть в синергии с Лесом. Поэтому вам потребуется очень большое знание и понимание макроигры для того, чтобы эффективно работать на мидлейне, чтобы приносить победу для своей команды. Так что можно сказать, что мид это чуть менее эффективная, а сложная роль в плане микро, чем Адыкерри, и чуть менее сложная по макро, чем Лес. Но она суммарно очень сложна и имеет оценку 4-4 на выходе 8, и является самой сложной в игре. Из чего, собственно, стоит сделать вывод, что она в том числе плохо подходит для новичков. Потому что вам потребуются самые большие, в целом, глобальные знания об игре, которые вам взять, будет, наверное, сложно на начальных этапах, и придется потратить некоторое время на изучение. Теперь мы переходим к такой позиции, как саппорт. Саппорт — это уже оруженосец своего Адыкерри, можно так сказать. И это первая роль, которую нам стоит уже рассмотреть, как роль для новичка. Она довольно простая. А все почему? Потому что оценочка у нас 2-3. По макро саппорт является как дополнением Адыкерри. Это, опять же, роль, которая может быть вторым лесником в игре. На саппорте мы можем гангать, мы можем перемещаться, мы должны подходить на объекты, мы должны все контестить и тому подобное. То есть мы выполняем в том числе довольно большие функции, схожие с мидером, но у мидера чуть более сложная макро, за счет того, что у него середина, и он чаще влияет именно и на топ. Все-таки бот больше в нижней части крутится, хотя тоже может, конечно же, смещаться на топ-лайн. Но самое главное, что миды требуют еще и высокого знания соло своего лейна, и при этом еще подвязан на сплит-пушинге и других движениях без своей команды. А саппорт все-таки, он чаще всего именно от команды играет, поэтому в целом нагрузка по макро здесь поменьше, чем на мидлейне у саппорта, и из-за этого у нас выходит оценочка 3. Но при этом роль максимально сбалансирована, это вот чисто золотая середина в плане макро-гейминга. Это саппорт, который очень сильно влияет на игру, кстати. Что касается микро, это управление персонажей, ну, понятное дело, саппорт далеко не самая сложная роль в игре, не требующая каких-то супернавыков, мы вообще не добиваем крипов, мы их не ласхитим, недалеко ушли от леса. При этом у нас есть, конечно, там свой специфик, но чаще всего персонажи довольно простые на саппорте, и играть на них легко, особенно если это танки, либо какие-то утилити, которые, там, кидаешь щиточек, да, и, в принципе, ТВДшник уже делает сам дела. Но все же есть некоторые микро-моменты, потому что нам нужно все еще стоять на линии, трейдиться, уворачиваться, попадать с киллшотами и так далее. Поэтому микро есть, но не такое высокое, да, не так далеко от леса ушли. То есть, если подводить итог, лес, вернее, саппорт, это чистый средняк, чистый баланс с небольшим уклоном на макро. Вот и все. Что касается стоплейна, обратная ситуация саппорту, здесь у нас тоже итоговая оценка 5, и топ, я считаю, лучшей ролью для новичков. Сейчас подробно поговорим, почему. Дело в том, что, в отличие от саппорта, здесь микро управление персонажем выше, повыше будет, потому что мы стоим все-таки против оппонента, нам нужно трейдиться, уворачиваться, наказывать его, да, размениваться эффективно уметь и так далее. Но по макро чаще всего мы находимся на отшибе. Да, иногда можно сыграть там через Геральда, но в целом большинство, особенно ранней игры, проходит без нашего участия. То есть топ он сам по себе, вся остальная команда сама по себе. Особо с топа не поромишь, особо импакта не позаносишь, поэтому уровень макро-влияния там не особо высокий. И это одна из причин, почему люди не так любят играть на топе. Дескать, как бы ты там не отстоял, складывается такое ощущение, да, что ты особо-то на игру и не влияешь. Вот и вся разница. Но при этом, понятное дело, все еще топ-лейн по макро превосходит Адакерри, потому что это соло-линия, и там есть факторы, позволяющие и сплит-пушить, и смещаться, и подроумить где-то. Но, конечно, не так эффективно, как тот же самый саппорт. Но такие возможности имеются. Ну и скилл, конечно, да, троечка, чисто середина в этой игре. Поэтому можно сказать, что саппорт и топ, они чем-то схожи, и примерно по скиллу близки. Ну и почему же все-таки топ-лейн является лучшей ролью для новичка? Все просто. Первое. Саппорт — это линия, которая зависит от Адакерри. Как Адакерри зависит от саппорта. То есть вам все равно нужно макро-понимание своего оппонента на линии и вашего макро-понимания. Здесь вы все-таки больше зависите сами от себя. Поэтому вам будет легче влиться. Во-вторых, саппорт — это специфическая роль. Хоть она и хорошо подходит, да, мы видим. Но она все-таки не дает полноту картины. То есть она не научит вас ласхитить крипов, да, она не научит вас каким-то жестким трейдом. Чаще всего ваше будет все сводиться к какой-то инициации, да, либо там стаки сбить какие-нибудь. То есть полноценного, так сказать, взаимодействия у вас особо не будет. Это взаимодействие появляется на топе. Топ вообще одна из самых, так сказать, линий, которые построены на контроле лейна, на том, что он научит вас, что нельзя драться в крипах, когда можно, чувство лимитов, контрпики и так далее. Так что топ-лайн позволит вам вот базовые навыки ваши приобрести и уже при помощи них собственно керить и поднимать себе элла. Поэтому топ-лайн в моем понимании это тир-1 на выходе мы имеем, да, роль для того, чтобы играть новичку. Саппорт это у нас тир-2, дальше у нас пойдет адекерри тир-3, лес тир-4, ну и мид тир-5. Мое мнение, вот как-то так оно выглядит. Теперь, наверное, у вас возникнет вопрос резонный. Что если у нас, допустим, там есть мидлейн, который может там и механикой керить, и по макро керить, имеет максимальное влияние, максимальную сложность, то почему же тогда не стоит всем играть на мидерах? Ну, все просто. Дело в том, что нельзя в Лиге Легенд играть пятью мидерами. В Лиге Легенд можно играть только одним мидером. И остальные роли все нужны, все важны. И чаще всего ваш элла и ваш скилл, они зависят не от того, насколько конкретно вы хорошо играете, да, а от того, насколько вы лучше играете своего оппонента. И то, насколько эффективно вы можете на длительной дистанции больше преимущества приносить, чем те игроки, которые играют против вас. То есть, если мы стоим на топе, и мы чаще выигрываем топ-ленчем попадающиеся к нам противники, да, мы их переигрываем, то наш винрейт будет выше 50, и мы будем аппаться. На мидлейне аналогичная ситуация, но заключается проблема в том, что и сложность игры на мидлейне выше. Следовательно, за ошибки вас будет легче наказать, и ваши оппоненты используют все то же количество импакта потенциального, которое вы могли бы сами внести. То есть, если вы стоите на мидлейне против другого мидера, он имеет точно такой же макро-потенциал керринга и микро, как и вы. И если окажется, что ваш оппонент сильнее вас играет, то возможностей закерить ему игру больше, и вы будете без шансов проигрывать. Простой пример, вы играете против какого-нибудь Зеда, Зед получает ошиблись, Зед забрал килл, а может быть и два, пошел дальше роумить, вы ничего не можете сделать, и все, и вы просто в соло проиграли игру своей команде. Зед вышел там 20-0, и закончили игру за 15 минут. Понятная, да, история? На топе, если вы, допустим, стоите каким-нибудь там Малфитом против Дариуса, Дариус там взял один-два килла, хорошо, ну и что дальше? Он приходит в тимфайты, вы просто сдаете свой ультимейт какой-нибудь, и особо Дариус ничего сделать не может, а на стадии линии он особо никуда не поромит, ничего не сделает и так далее, то есть это линия прощающей ошибки, да? Как, грубо говоря, и вам сложно с нее керить, и в то же время, если вы что-то не так сделали, это не так сильно влияет, поэтому без разницы, в принципе, на какой вы позиции играете, можно апнуться на любой линии, в принципе, любой ELO взять, было бы желание, и самое важное, насколько вы эффективнее играете с оппонентом, вот такие вот дела. Теперь, что поговорим, вернее, не что поговорим, а что по чемпионам, да? Давайте об этом поговорим, каких персов стоит брать, если говорить про топ-лейн, я советую брать таких чемпионов, как, как вам это назвать, джиггернауты, то есть своего класса, такой вот класс у нас своего рода в игре, который подразумевает под собой сильных, простых чемпионов, отчасти глупых, таких с тупым, прямолинейным геймплеем, но которые очень сильные, и которых нужно еще постараться законтрить. К таким персонажам можно отнести, например, Илаой, к таким персонажам можно отнести Дариуса, к таким персонажам можно отнести Гарана, к таким персонажам можно отнести Сета, и вот такого плана чемпионов. У Дира, например, да, тоже пикают, на топ-лейн бывает. Они просто очень сильные, на них очень сложно ошибиться, они компенсируют это большой выживаемостью, большим уроном. Да, они не супер, ну, не супер универсальны, Их можно раскатить, их можно законтролить, но это еще нужно суметь сделать, особенно если вы новичок, на низком элле люди этого делать не умеют, поэтому вы будете просто уничтожать своих оппонентов за счет того, что они будут допускать ошибки, а вы их за это наказываете. Вот яркий пример, да, тот же самый сет, это очень простые персы, на которых легко прогрессировать по телу. Что касается леса, плюс-минус схожая ситуация в лесу, я советую брать брузеров, таких как, например, Красный Кайн, Гикарим, Джарван, Вай, все эти персы очень сильные, они могут именно керить, это не просто танки, да, они имеют как и выживаемость, и высокий урон, при этом они имеют хорошую мобильность, у них сильные ганги, у них простые ганги, то есть легко наращивать преимущество и потом его сохранять, и плюс они еще и прощают, собственно, ошибки, имея еще и высокий дуэль потенциал. Так что я советую рассмотреть этих персов для того, чтобы попробовать поиграть. Трандл, да, возможно, тот же Мордекайзер, Удир, вот это все, что вам может помочь в лесу. Толстые персонажи с хорошим большим уроном. Мидлейн. На мидлейне я советую играть ассасинами для новичков, почему? Потому что максимально будет реализовываться ваш потенциал. Во-первых, ассасины очень легко наказывают за ошибки. Чем ниже Элла, тем больше люди ошибаются, вы их наказываете, получаете преимущество. Во-вторых, ассасины, они чаще всего построены на том, чтобы убивать линию, как мы уже об этом поговорили, да, наказывать за ошибки, и роумить, убивать другие линии, приходить, помогать своей команде, что позволяет раскрыть как микромом игру, да, так и макро. И в этом плане ассасины очень хороши, то есть они все чаще всего хорошо роумят, у них сильный потенциал дуэля, у них хороший сплитпуш потенциал, то есть это своего рода баланс на мидлейне по всем задачам, то есть они способны выполнять все, и все на хорошем должном уровне. То есть нет какого-то уклона, как, например, там на Азире, а-ля там надо фармить, нужно скелиться, да, здесь такого нету, и вы можете именно играть так, как вам нужно, и раскрывать свой потенциал. Из ассасинов я бы посоветовал, наверное, Физ, хороший очень мидер. Диану можно попробовать, она довольно простая, как ассасин. Зет, это более сложный уже вариант, Талон для новичков может подойти, КС-1, у него довольно сложная лаймфаза, но в целом он механически очень простой. Вообще, в целом на мидлейне не так много простых персов, но нужно понимать, да, что есть просто перс чуть легче, и вот именно акцент на ассасинах это хорошее решение для того, чтобы вам прогрессировать. Так, Адекере. На Адекере я советую брать персов, которые имеют какой-то эскейп, и которые не особо зависят от своего саппорта. Хороший пример это Тристана, Кейтлин и Зреаль. Все имеют эскейпы, все имеют хорошую линию, могут фармить, то есть даже если ваш, скажем, саппорт куда-то ушел, вы можете стоять на ней комфортно. Довольно сильная лаймфаза, у Айза, конечно, может не самая сильная лаймфаза, но вот у Кейтлина, у Тристана отличная лаймфаза. Они могут и убивать, и скелятся хорошо. В общем, отличные дэшники, сбалансированные, универсальные. Что касается саппорта, на саппорте я рекомендую играть на танках, потому что танк саппорта это та же самая универсальность, эталонная. Хорошим примером это Леона, Трэш, это Наутилус и, возможно, кто, кого бы вам еще такого добавить. Мумия, кстати, Блицкранк, например, неплохи. Почему? Потому что имеют все инициацию, хуки, можно наказывать за ошибку оппонента. Очень простые, много выживаемости, то есть вы можете играть как инициатор, как танк. Можете протектить своего керри, то есть есть защитные способности, да, вы можете контроль отдавать в тех, кто пытается убить вашего АДшника. Вы можете эффективно роумить за счет своего контроля, поэтому эти персонажи идеально подходят, они универсальные, и в этом их сила. То есть если мы возьмем какую-нибудь там Сараку, да, она хорошо протектит своего керри, но потанчить танк из нее такой себе, да, и роумить особо тоже не получится, урона нет. Если мы возьмем какого-нибудь, например, не знаю, Зайру, у которой много урона, классно, но особо попротектить-то не получится, потому что защитных обилок нету, да. Да, суть ясна, а какой-нибудь наутилус он и попротектить может, и заиницировать, и потанчить, и все. То есть я сторонник того, что если вы начинаете, вам нужен универсальный пирс, способный реализовываться в разных аспектах. А когда вы уже, так сказать, подняли скилл, когда вы уже обвыклись в игре, вы можете выбирать более точечное усиление, смотреть на команду, знать, что вам нужно в той или иной ситуации. Например, ага, у меня взяли Вейн, пикну-ка я Лулу, у нас хороший скейл, Вейн будет жить, будет соло-керрить и так далее, да. Или там, ага, у меня там агрессивный бот-лейн, нужно сейчас давить, нужно идти вперед, зажимать оппонентов, пока они не заскейлись. Все это приходит с опытом, но вот эти персонажи, которых я привел вам, они универсальны почти всегда. Вот так вот. Как итог, подводим. Топ. Самая легкая роль в игре и подходит для новичков. Мид самая сложная, самая сложная именно по макро-лес, самая сложная именно по микро-проуправлению адекерия. Ну, саппорт хороший баланс, отличный, отличная роль для керринга. Вот такие вот дела, ребят, надеюсь, смог вам помочь поднять скиллуху в каких-то аспектах, аспектах. Ну, как минимум, надеюсь, настроение поднял. Ну, если вам понравилось данное видео и хотите видеть больше контента, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, у нас сейчас вышло на канале прохождение Гарри Поттера, Хогвардс Легаси. Обязательно гляньте, оцените, я старался. Если будет много импакта, так сказать, с вашей стороны, будем его проходить фул. Ну и в любом случае, пишите комментарии, подписывайтесь. Спасибо большое за внимание, счастья, радости, удачи вам, побольше побед, прогресса, Паэлла и отличного, большого, мощного вам скилла. Всем удачи, всем пока, пока.